Татьяна Чватова в первый раз открывает двери собственной квартиры в новостройке на Ярославском шоссе. Таня – сирота. С 7 лет ее воспитывали на женском подворье Троицы-Сергиевой Лавры в Лозе. Поступила в медицинское училище. В будущем планирует стать врачом. А в ближайших планах – обжить новую квартиру. В студии общей площадью около 30 квадратных метров сделан ремонт. Осталось привезти мебель. Мне бы хотелось отделить это вот, чтобы под свою комнату перевезти сюда свою кошку. Опекун Татьяны – настоятельница подворья матушка Ольга. И вот эти 11 лет прошло как одно мгновение. А теперь она как родная, как будто вот столько лет вместе и переживаем за ее будущее. Дай Бог, чтобы все труды, кто рядом с ней находился, не прошли даром. Татьяна – одна из пяти ребят, оставшихся без печени родителей, которые уже получили собственное жилье в этом году. Ключи от квартир ребятам вручил глава района Михаил Токарев. На закупку потрачено около 10 миллионов рублей. До конца года квартира получит еще 20 детей-сирот. В этом году в список у нас было изначально включено 19 ребят. Но нам правительство Московской области добавило денежные средства на приобретение квартир еще шестерым детям. В итоге в этом году будет 25 жилых помещений приобретено для наших детей. Большинство из них – это дети, которые находятся под опекой, попечительством, заканчиваются, но и есть выпускники детских домов. По словам Майи Остропицкой, Сергея Упасадский городской округ в числе лидеров по обеспечению жильем детей-сирот. В прошлом году новые квартиры получили 33 ребенка. В планах на 2020 год еще 30. Анна Спиридонова, Евгений Шевченко, программа «События». Анна Спиридонова, Евгений Шевченко, программа «События».